На Мострюковской поляне завершается Всероссийский молодежный форум «Иволга». Целую неделю ребята со всей страны участвовали в образовательных программах, общались, обсуждали интересные идеи и, главное, представляли свои проекты для получения грантов на развитие. Имена победителей назвали в заключительный день форума на церемонии закрытия. Александра Алексеева из Ивановской области стала одной из самых ярких победительниц и получила грант 800 тысяч рублей на реализацию проекта «Курс молодого бойца» имени маршала Василевского. Суть проекта – обучить молодежь новым военным компетенциям, управлению беспилотниками и инженерно-саперному делу. «Иволга» – это тот форум, который дает возможность для нас, как для молодежи, защитить свои инициативы и, соответственно, реализовать их в своем регионе, когда в регионе не всегда возможно есть средства на это. Среди победителей и участницы из Самарской области. Анна Бутакова с проектом «Семейные выходные» для многодетных семей тоже получила грант 800 тысяч рублей. Валентина Ермакова с проектом «Магия звуков» 245 тысяч рублей. Альбина Карпова, защитившая проект «Играй, твори, развивайся» получила грант на 600 тысяч рублей. Всего на фестивале было представлено 200 проектов. Из них 24 получили гранты на развитие. На форуме также озвучили победителей общего зачета в рейтинговой системе форума «Иволга» среди школьников и студентов. Среди самых активных участников – четверо из Самарской области. Сергей Келлер, Александр Максимова, Алина Никифорова и Екатерина Олимпиева. Я просто был активным, все как учили в университете, в Самарском педагогическом. Улыбался, задавал много вопросов, слушал, участвовал в спортивных мероприятиях. Просто кайфуйте, получайте максимум удовольствия. Здесь столько мероприятий, я уверена, что каждый найдет что-то по душе. И просто принимайте в этом участие. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев поздравил и наградил победителей общефорумного рейтинга. Лапшин Георгий, Самарская область, детская дирекция. Георгий, поздравляем вас громкими-громкими аплодисментами. Много лет выхожу на эту сцену, и на открытие было, и на закрытие прихожу. И первый раз так волнуюсь. Вроде бы все то же самое, вся та же самая площадка Иволги. Но что-то не так, даже птичка изменилась. Но это правда. Вместе с тем, главное не изменилось. Не изменилась эта атмосфера Иволги, которая остается такой же. Плюс, большой плюс, то, что этот форум движения первых Иволга стал всероссийским. В этом году у участников Всероссийского молодежного форума движения первых Иволга появилась уникальная возможность получить специальный грант от правительства Самарской области. Глава региона Вячеслав Федорищев выделил 10 миллионов на реализацию самых смелых идей участников форума. И давайте еще раз поаплодируем всем победителям гранта от правительства Самарской области. Лучшими проектами конкурса грантов Самарской области, рекомендованным к рассмотрению экспертным советом для предоставления гранта, стали «Неигры», «Движение в кадре», «Навигаторы будущего» и «Игра» и «Побеждай». Я уверен, что разъехавшись по всей нашей замечательной стране, ваша дружба продолжится, проекты будут реализовываться, и на будущей Иволге вы обязательно приедете с новыми проектами. Я уверен, что все эти восемь дней основной площадкой, где происходит генерация добрых, умных, молодых смыслов, энергий, стала Иволга. И спасибо вам за это. Церемония закрытия завершилась выступлением популярного исполнителя Леши Свика. Августина Охременко, Константин Головин. События.